сейчас я расскажу и развею немного мифы про гипноз часто задаваемые вопросы от клиентов сразу же скажу гипноз не опасен гипноз очень полезен да да именно для тебя это четкая фокусировка над своими действиями чувствами и эмоциями почему люди думают что гипноз опасен это заблуждение как и другие основана на ошибочном восприятии гипноза способности воздействия гипноз это только состояние и никакое воздействие над ним использование в этом состоянии техник гипнотерапии можно в каком-то смысле назвать вмешательством но это слово не имеет негативный оттенок вмешательство психику это ежедневный просмотр телевизора ютуба листание рилсов вот это все тик токи просмотрения инстаграма бессмысленное перелистывание социальных сетей применение гипнотерапии это освобождение от глубоких уровней сознания от вируса в виде репрессированных эмоций заблуждений и деструктивных установок второй обычный вопрос гипнозе я обычно выдам все свои тайны и потеряю контроль ваши тайны не интересует профессионального гипнотерапевта кроме того в гипнозе нельзя сказать и сделать то что вы не хотите клиент всегда контролирует происходящее если человек не хочет отвечать на вопрос гипнотерапевта он никогда на него не ответить и неважно в каком глубоком гипнозе бы он находился а можно ли заставить человека делать то что он не хочет под гипнозы на самом деле виды гипнозов очень много но я использую те моменты где человек добровольно готов меняться для получения желаемых результатов какие есть противопоказания гипноз первое человек с болезнью альцгеймера второе человек у которого отсутствует часть мозга третье человек с уровнем айкью ниже 70 процентов таким образом каждая проработка решает не только жизненные проблемы ну и отличная профилактика онкологии и бессимптомных опухолей что в свою очередь может избавить человека от смерти которая могла быть совсем скоро а избавление от смерти это у нас что а это увеличение продолжительности жизни самый сильный гипноз это когда у вас состояние любви это когда все критические факторы открыты и у человека крышу сносит и он готов пойти на всякие супер подвиги вы наверное испытывали такое чувство в своей жизни и помните гипнотерапевт не может помочь человеку если он не хочет помочь себе сам если человек больной считает себя здоровым то лечить там нечего